Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мерзаду и Шенбекова. Смертельное ДТП произошло в Ноокенском районе. Там в результате дорожно-транспортного происшествия погибли супруги. Авария произошла в районе села Козылкия. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz 220 не справился с управлением, после чего машина упала в обрыв. Как сообщили в УВД Джалабадской области от полученных травм, 63-летний житель города Майлусу и его супруга, которой было 58 лет, скончались на месте. В Омском ущелье в КамАЗ, перевозивший военнослужащих, врезался маршрутный микроавтобус. По информации Генерального штаба вооруженных сил, авария произошла сегодня, примерно в 10 часов утра. Два грузовика перевозили военнослужащих из-за Сыкульской области в Бишкек. Из-за спуска камней колонна с военными автомашинами была остановлена. И в это время в одну из военных автомашин врезалось маршрутное такси. Пострадал один военнослужащий в звании офицера. Он был госпитализирован в Кеминскую районную больницу. Предварительная причина ДТП – отказ тормозов микроавтобуса. В пресс-службе ОБДД Чуйской области сообщили, что пассажирский бус врезался сначала в Мерседес-Бенц В124, а потом в КамАЗ. Водители и пассажиры микроавтобуса не пострадали. Автомобили поставлены на спецстоянку. Назначены необходимые экспертизы. К другим новостям. Досудебное производство в отношении следователя УВД Сверловского района проводится по статье «Вымогательство взятки». Как сообщили в ГСБ, начато оно на основании заявления гражданки, которая сообщила, что следователь, вступив в сговор с ее бывшим мужем, который тоже работает в системе МВД, злоупотребляя своим служебным положением, вымогал у нее денежные средства. По ее словам, он угрожал ей и требовал переоформить личный автомобиль на имя бывшего мужа, взамен на прекращение требования отказа от ребенка и разбирательства по делу. Отметим, задержали следователя 25 октября текущего года в районе микрорайона Тунгуч. В ходе следствия подозреваемый, полностью признав вину, изъявил желание сотрудничать со следствием. В настоящее время ведется досудебное производство. Задержаны две женщины, которые подозреваются в мошенничестве. По информации ГУВД Бешкека, 23 октября к ним обратились 11 жителей столицы с просьбой принять меры в отношении женщин, которые обманом получили от них деньги на изготовление виз и исчезли. Сообщается, что занимались мошенничеством они с сентября прошлого года. Предлагали предоставить визу в США и Норвегию. За свои услуги они от каждого заявителя получили по несколько тысяч долларов. В итоге пострадавшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на почти 96 тысяч долларов. По данному факту начато досудебное производство по статье «Мошенничество». Подозреваемый во дворяным в ИВС ГУВД Бешкека ведется следствие. В Кыргызстане заблокированы 64 веб-сайта. Они признаны экстремистскими. Также ограничен доступ к 233 аккаунтам и видеоканалам пользователей интернета. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Меры были приняты к ресурсам, которые распространяют в интернете информационные материалы, пропагандирующие террористическую и экстремистскую деятельность отдельных организаций, вооруженных группировок, направленных на насильственное устранение светских институтов государственной власти. В надзорном органе подчеркивают, что в соцсетях растут сепаратизм, разделение общества по признакам вероисповедания, этической принадлежности, расы, гендера, а также вербовка наемников, в том числе вовлечение в незаконную деятельность несовершеннолетних. В текущем году Генеральной прокуратурой было внесено 19 заявлений в суд. По актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности 109 чиновников. В рамках надзора за исполнением закона в сфере противодействия межнациональной вражды и экстремизма проведено 129 проверок и выявлено 278 правонарушений. Еще одна точка, где незаконно реализовывали бензин, была обнаружена в Бишкеке. В ГСБ предоставили материалы, фото и видео, сделанные во время рейдовых мероприятий. Так, стихийная торговля в этот раз была обнаружена на территории жилмассива Арчабещик. Там продавали бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. В ходе осмотра было обнаружено свыше двух тонн бензина без каких-либо разрешительных документов. На общественное обсуждение поступил законопроект о снижении порогового барьера для прохождения в Джигурку-Кенеш до 5%. Авторы законодательной инициативы – депутаты Мирлан Джинчуроев, Джана Ракаев, Наталья Никитенко, Исхак Масалиев и Дастан Бекешев. Отметим, в 2010 году избирательный барьер составлял 5%. Перед выборами в 2015 году его увеличили до 7%. Согласно же изменениям, внесенным в 2017 году, желающие пройти в Джигурку-Кенеш партии должны набрать не менее 9% от голосов избирателей. Также предложенные поправки касаются и снижения объема избирательного залога до 1 миллиона сомов. Как указано в документе, искусственно повышаемый порог отсекает до 40-50% голосов избирателей, которые просто не будут представлены в Джигурку-Кенеш. Снижение избирательного залога позволит создать равные возможности. К примеру, в 2010 году участвовали 29 партий, а в 2015, когда сумма избирательного залога была увеличена до 5 миллионов сомов, принять участие смогли лишь 14 партий. Отметим, что на выборы депутатов Джигурку-Кенеша и местных Кенеша и Министерство финансов выделит 828 миллионов сомов. В Кыргызстане необходимо ввести налог на роскошь. С таким предложением выступил депутат Турабай Зулпукаров. Накануне на заседании комитета Джигурку-Кенеша по бюджету и финансам. По словам парламентария, бюджет ежегодно недополучает миллиарды сомов. Взять хотя бы ситуацию с контрабандой горюче-смазочных материалов. Отвечая на вопрос, вице-премьер-министр Санджар Мукамбетов сообщил, что поступило предложение ограничить канал доставки ГСМ и разрешить только доставлять топливо по железной дороге. Также он добавил, что с 1 января в заправках будет работать автоматизированная система по учету топлива. И все данные о том, сколько литра вылета из пистолетов, будут передаваться в налоговую службу. Соответствующее постановление подписано. До следующего года владельцы заправок должны установить специальное программное обеспечение. Есть налог на роскошь. Вы должны его усилить. Если это чиновник или бизнесмен с возможностями, пусть больше платит налогов. Вам надо увеличить налог таким образом, чтобы это не коснулось всего у народа в целом. Возьмите это на заметку. И насчет тонировки. Вы же можете сделать так, чтобы деньги поступали в бюджет по становлениям правительства. Вот вы приносите законопроекты. Я удивляюсь, сколько разговоров о теневой экономике. Но на деле действенные меры не принимаются. Как вывести ту же швейную отрасль? Можно снизить на 12% налог. Тогда же увеличится число налогоплательщиков. Вы же можете исправить пробелы. И надо предлагать не бояться. Минтранс проиграл в суде США 25 миллионов долларов в поиску турецкой компании по спору из-за нарушения контрактных обязательств в рамках строительства дороги Бешкек-Ош. Информацию об этом подтвердил глава Центра судебного представительства правительства Аязбаетов. По его словам, решение суда пока, но предварительное, было вынесено еще в 2015 году. Сейчас речь идет об исполнении судебного решения. Ранее суды России и Канады рассматривали этот спор и вынесли решение в пользу турецкой компании. Но компания обратилась еще и в суд США. Суд посчитал, что это долг Министерства транспорта и коммуникации, подчеркнул Байетов. И теперь в США арест наложат на активы, которые относятся к этому ведомству. Но у Минтранса нет имущества в Америке. Глава представительства отметил, что Кыргызстану дали месячный срок для урегулирования остальных вопросов. И, как подчеркнул Байетов, речь на самом деле идет не о проигрыше, а о выигрыше. В этот раз компания требовала выплатить ей 2 миллиарда долларов. При этом непонятным остался тот факт, на основе чего была указана такая сумма. В Министерстве транспорта и дорог пока не комментируют разбирательство, ссылаясь на то, что изучают решения суда. Спонсоры помогли приобрести камеры с системой распознавания лиц. Закуплено 60 штук. В настоящее время камеры уже устанавливают. Где именно, не сообщается. В ГУВД Бишкека создается цифровизированный командный центр, благодаря которому должна улучшиться работа в борьбе с преступностью. Также создано управление патрульной службы милиции. Как сообщила прислужба ведомства, кандидаты, прошедшие первый этап конкурса вместе с командным центром, в скором времени уже приступят к работе. Для эффективной реализации проекта «Безопасный город» функционирует также проект «Безопасный микрорайон». 72 камеры видеонаблюдения уже установлены в микрорайонах города. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok